Благодаря вниманию, уделяемому государством, самым отдалённым районом, положительные решения находят волнующие людей проблемные вопросы. В рамках созидательных работ улучшается деятельность коммунальной системы. Меняется облик Махалей. Оказывается также поддержка нуждающимся. В объективах наших камер Камашинский район Кашкадаринской области. В Махале-Мангат в Камашинском районе проживает более 6,5 тысяч человек. В настоящее время здесь ведутся широкомасштабные работы по строительству и благоустройству. Решаются волнующие жители вопросы. К примеру, до этого времени за питьевой водой необходимо было преодолеть расстояние 10-15 километров. Благодаря практической помощи республиканской рабочей группы и руководителей секторов, быстрыми темпами осуществляется строительство 36-километрового трубопровода для питьевой воды. Наши улицы преображаются, дороги асфальтируются. Махале обеспечивается питьевой водой и газом. Строится библиотека. На каждой улице праздник. Все жители счастливы и благодарны. Для решения проблем в Махале задействовано более 100 единиц спецтехники. На 10 километрах грунтовых дорог уложена песчано-гравийная смесь, а на 6 километрах начато асфальтирование. Также решены проблемы с электроснабжением. 191 деревянный столб заменен на железнобетонные. Обновлены линии электропередачи протяженностью 20 километров. Установлены два высоковольтных трансформатора. В целях улучшения газоснабжения отремонтировано 2,6 километров газопроводов. Проложена новая сеть протяженностью 600 метров. Помимо этого решен вопрос, касающийся проточной воды. Заложено 5 артезианских колодцев глубиной 150 метров и создана возможность использования приусадебных земель. Подобные меры, реализуемые по итогам изучения республиканской рабочей группы, увеличивают количество благоустроенных махалей и улиц. Также здесь проводится работа по выращиванию винограда. К сожалению, сели и паводки разделили махалю на две части. На средства спонсорских организаций строится мост. И это еще один положительно решенный вопрос. К тому же для махалинского схода граждан строится современное здание. Создаются широкие возможности для деятельности махалинской пятерки. В подвальном помещении здания махали хотим создать пошивочный цех. Закупили 20 швейных машин. Будут созданы новые рабочие места. Также полным ходом идет строительство общественного центра. В нем будут расположены центр государственных услуг, представители налоговых органов. Теперь нет необходимости ехать в районный центр. Все соответствующие вопросы будут решаться здесь. Школу в данной местности отремонтировали на 2,6 миллиарда суммов. Благодаря этому учащиеся будут получать знания в современном здании. Также изменился и облик махали. С такими преобразованиями и большой радостью сегодня жители встречают 32-ю годовщину независимости нашей страны. Праздничные мероприятия начались с марафона «5 тысяч шагов» и сопровождались различными спортивными соревнованиями. Победителям и активным участникам вручены памятные подарки. Концертная программа подарила собравшимся праздничное настроение.